Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня у нас беседа с Еленой Порецкой. Строссенс, парапсихолог, медиум, славянская шаманка. Тема привороты, последствия, наваждение информационное, различие от состояния. Добрый вечер, Елена. Привет, Маргарит. Всем привет. Казалось бы, что приворот это что-то из древних времен, и сейчас такого быть не может. Прогрессивное человечество приворотами не занимается, но я полагаю, что совершенно не так. Привороты сейчас, по-моему, цветут буйным цветом, семьи разваливаются, люди начинают быть зависимыми от тех людей, от которых они в нормальном состоянии, с которыми они даже бы не общались. Поэтому приворот, на самом деле, я так предполагаю, что эта штука очень опасна, иногда даже смертельна. Я правильно думаю? Ну, вообще-то да. То есть я почему решила эту тему, как бы у меня пост был на эту тему, и, соответственно, я решила таким образом как бы округлить этот вопрос, потому что, на самом деле, он очень многих интересует. Однозначно скажу, что привороты делать нельзя. Как бы вы там не любили человека, вы как бы этим свободной воли лишаете и забираете энергию человека под себя, соответственно, зомбируя каким-то образом, неважно каким. И у человека, которого, допустим, кто-то приворожил, практически часть его жизненной энергии уходит к тому, кто приворожил. Выглядит это очень тяжело, потому что, как бы, бывает приворот у нас семейный, когда семьи привораживают, особенно обеспеченных мужиков любят привораживать, через детей привораживают, через имущественные объекты. То есть приворот, как обязательная структура чего-то. Бывает женщин тоже обеспеченных привораживают, то есть как бы более молодые партнеры. Тоже такие случаи я вот разбирала. И в какой-то момент времени семейный приворот бывает. Бывает любовный приворот на определенных сексуально-родовых чакрах сексуальных, да, как бы, то есть там завязка сексуальная, и что женщина, что мужчина, все партнеров вообще не найдут, да. То, что, кстати, один, что второй. Бывает партнерский приворот, это когда привораживают к определенному направлению, допустим, в партнерах, партнера к партнеру. Вот. Есть привороты корпоративные. Мы все знаем, как люди, заходя в какую-то корпорацию или предприятие, вдруг, становясь частью системы, становится как бы мыслить, начиная так же, как система. Достаточно человеку выйти из этой системы, и человек перестает так думать, автоматически он получает свободу мышления. Есть привороты, допустим, еще разных формаций. Это если, допустим, брать уровень религиозный, секстанский и прочее, да. Вот. Там приворот идет к определенному человеку или к эгрегору, да. Вот. Но суть в чем, как бы, при определенных позициях приворота, то есть если, допустим, взять, что это семейный, и женщина там боится потерять своего какого-то мужчину, да, там, соответственно, периодически делается приворот. На что влияет приворот? По чакрову, да, делается. По той причине, если в семье, в принципе, нет понимания, нет духовной взаимосвязи, есть только предметные взаимоотношения, и периодический секс, то, соответственно, завязка делается на сексуальные отношения. Это может быть с месячными. Соответственно, мужчина может начать выпивать. Если мужчина, допустим, я знаю вот много таких случаев, где влиятельные мужчины идут еще и по линии работы с такой же стороны, да. Вот. Поэтому здесь, как бы, ну, совет таким, кто попал вот в эту штуку. Если вы чувствуете, что ваше сознание, как бы, превалирует сильная привязка, допустим, к семейному очеву, в котором, в принципе, ничего, как бы, не должно связывать, потому что, допустим, вы вдруг это поняли, то здесь нужно задать себе вопрос, а почему там вы много лет держитесь за человеком, с которым у вас ничего нет. Ну, может быть, простой вариант, может быть, еще что-то. То же самое у женщин. У женщин все тяжелее, потому что женщина, она, как бы, по природе своей всегда, как бы, за мужчиной, особенно патриархально настроенные женщины, они очень, как бы, для них присутствие мужчины важно. И там слияние даже на уровне приворота может быть, как ощущение реальных чувств. Как отличить реальные чувства от приворота? Когда у вас есть реальные чувства и связка по, допустим, по определенным чакрам, да, в реальном, допустим, в реально любовных отношениях, ощущение партнера идет полностью. Возможно, даже это близнецовый эффект, то есть вы можете чувствовать человека, а он вас. Здесь, как бы, кармические взаимоотношения. И здесь, сколько ты их не рушь, да, соответственно, это бесполезно. То есть, во-первых, возвратные удары будут тем, кто в это будет влезать. Потому что есть предназначенность по каким-то взаимоотношениям у этих людей. И здесь сложно, да, как бы выйти из этих отношений сложно. И зайти в них сложно, потому что бывает, что эти отношения поддаются людям, потому что в прошлом был сбой у обоих, и вот они, наконец, встретились. Такая вот сказка жизни. Если, допустим, делается корпоративный приворот, например, да, на какую-то корпорацию, то там, соответственно, люди начинают быть частью этого корпоратива, да, как бы корпорации какой-то, и мыслят они на категории. То есть они не могут сказать иное, да, то есть они обязаны говорить то, что говорит система. И там уже это можно назвать приворотом, но это как бы рамки такие, да, в которые если ты входишь в эту систему, ты уже с ней становишься согласен, ты не можешь работать в системе и быть с ней не согласен. Это однозначно, это любое государственное учреждение так устроено. То есть это, когда все говорят, что привороты там, это что-то историческое, поверьте, это современные реалии, любое действие, где вас держит что-то, это уже приворот. То есть если вас привязали, я не знаю, через машину, подарив машину, и вы как бешеные там на ней можете ездить, потому что вы не можете без езды на этой, допустим, машине, то это тоже приворот, да. То есть привороты могут делать через подарки. Причем, если даже вы убираете этот подарок, как бы, ну, в принципе, все равно привязка сохраняется, да, то есть приворот уже пущен в дело и так далее. Есть разница состояния, например, кстати, приворот могут делать на спиртном, это водка, вино, да, там коньяк и прочее. А что употреблять начинает больше человек, на то и делают. Как бы я в своей практике сталкиваюсь с этим у людей и сталкиваюсь до сих пор, да. Обычно такие завязки снимаются, то есть их надо снимать, иначе человек сопьется. Приворот на крови тоже очень опасная вещь, потому что на самом деле как бы это уже связано с завязкой сексуальной, потому что это месячная кровь женщины. Вот здесь связка при снятии приворота, возвратный удар будет по женщине и по тому человеку, кто этот приворот подготовил, то есть подсказал, подготовил, то есть по оператору при грамотном снятии. Соответственно, у мужчины при снятии такого приворота будет состояние отторжения этой женщины и невосприятие ее как женщины, то есть сексуальные отношения прекратятся. Если это сделано на уровне семейных отношений, соответственно, будет такая система в семье, что у них не будет друг друга ощущений. Если кто-то делает специально на семью, я тоже это проходила, я вам скажу, это страшная штука на самом деле, то есть человек просто становится невменяемый. И чем известнее человек, тем больше таких вариаций на тему. Особенно если у человека корона на голове, это страшная штука. То есть он вообще мало чего слышит. И, соответственно, здесь есть свои опасные моменты, что с таким человеком надо немножко как с больным, потому что это пациент, по сути, потому что реакция его на любое действие в семье может быть неоднозначен, если, допустим, такое произошло. Но есть еще один момент, что когда в семьях привораживает, допустим, женщина-мужчина в семье, да, жена, то в итоге так же точно идет негатив и в ее сторону. То есть тут идет какая-то двойственность, если, допустим, как бы два приворота или еще что. То есть если, допустим, на человеке два приворота к разным партнершам, то человека будет расколбашивать. Есть приворот рабочий и семейный, соответственно, человека будет ломать, у человека будут проблемы. На уровне сексуально-оранжевой чакры, это сексуально-родовой, это, возможно, проблема по позвоночнику, нижняя часть, поясничный отдел. Это могут страдать ноги при этом, да, как бы это могут страдать простаты и прочее, да, соответственно, мочеточник, да, то есть мочевой пузырь, то есть, по сути, все, что связано с половым органом мужчины, это может страдать, потому что сделано как бы на это. При снятии приворота, опять же, возвратный удар идет тем, кто приворожил, причем им он идет в той же области, как это было сделано. То есть, если женщина делала на крови своему мужу там что-то, да, то, соответственно, ей это вернется ударами в области сексуально-родовой чакры и, соответственно, проблемами по здоровью, как вот могло быть у мужчин. Смотря кто снимает, да, негатив. Я в своей жизни проходила привороты, и как бы меня привораживали, и как бы в мою семью пытались влиять, и неоднократно, которая была там в прошлом, да, первая. Я вам скажу, что действительно развернуть человека, который приворожен в свою сторону, очень сложно, потому что авторитетом у него становится тот, кто приворожил, особенно если это рабочие отношения, и человек присутствует там. То есть у меня такие моменты были, я это все обламывала, вот, и сейчас как бы тетенька очень плохо живет, да, которая это сделала, потому что практически я это дело обнулила в свое время. Вот. Еще есть момент, конечно, да, что есть родовые негативные воздействия. То есть если на родителях был элемент порчи, приворота или какого-то воздействия на уровне привязки, там, сексуальной или какой-то, то, соответственно, получается проблема, что дети, дети, да, они могут нести эту двойственность уже в своей семье, и как бы там могут потом сложиться такие негативные моменты. Если только вы не снимаете негатив с себя и со своих близких, потому что я знаю, допустим, косяки, которые присутствуют как бы в моей жизни, да, и что у меня и как было по партнеру, да, в прошлом, и я со своих детей снимаю эту логику, да, регулярно корректирую ситуационные моменты, чтобы там подобного не было. То же самое советую всем, потому что как бы чистка рода идет прежде всего с самих себя, если вы этот момент осознали. Маргарита. Скажи, пожалуйста, как человек, у которого нет каких-либо способностей, может хотя бы диагностировать у себя приворот, либо у своих близких? Есть какие-то способы? Ну, во-первых, очень сложно человеку, который отрицает эти темы, чего-то диагностирует, человек просто болеть будет. Во-вторых, люди, которые не воспринимают эту тему, они абсолютно будут думать, что это все фигня на самом деле, да. И я сталкивалась с такими результатами в общении, да, люди так говорят. Но когда человек начинает терять почву под ногами, только потому что там приворожили там, особенно если это публичные люди, то тут уже люди начинают вкуривать, да. Они начинают понимать, в чем как бы опасность, потому что уже само подсознание кричит, да, там, обрати внимание, там. Ну, у меня приходят люди с этой темой, я снимаю. Приворот нельзя снимать сразу. Почему? Потому что вообще ощущение приворота, я вам сейчас опишу, да, это полное слияние с человеком по какой-либо определенной чакре, смотря через чего привязали, да. И здесь человек не может отойти от объекта приворота, он как бы часть его, аккумулятор. И этот человек практически не видит себя, то есть его нет. Это продолжение. То есть если это реальные чувства, реальные, действительно чувства, то вы, даже сняв, ну, допустим, бывает, что мужчина сильнее женщины там, да, в плане вот воздействия, то даже немножечко отодвинув от себя чувства мужчины, можно всегда сконцентрироваться на своем. Потому что есть мужчины, которые поглощают женщину полностью, потому что они привыкли к таким отношениям. Если, допустим, ваш мужчина такой, соответственно, вы должны понимать, у вас должно быть свое личное пространство, потому что таким мужчинам, по сути, как бы интересно все-таки женщина тем, с чем он ее нашел и встретил, а не с тем, что она станет полностью его тенью. То есть хотя именно задача таких мужчин поглотить женщину, чтобы она стала его тенью, ну, и периодически там что-то вякало. То есть это вот такой авторитарный тип мужчин. Но с такими сложно, да. Если, допустим, у вас другой тип мужчины, то вы смотрите все-таки, опять же, принцип, что должно быть свое личное пространство у каждого, да, и у него, и у вас, вот. Здесь, если есть идеальные, ну, просто действительно чувства, обоюдные, да, то там есть понимание значимости друг друга. То есть вы уважаете человека за его поступки, дела, там, харизму, за то, что он есть и любите, да. А человек, соответственно, также равноправно уважает вас, у вас там нет подавления. Вот. Если, допустим, присутствует приворот от мужчины к женщине, то таково мужчина будет подавлять. И энергию развития женщины забирать на себя. Если, допустим, вы такое чувствуете, соответственно, я советую тоже абстрагироваться. Хотя я вам скажу, это достаточно сложно, да. То есть если у вас привязка, допустим, к месту работы вдруг, то, соответственно, тут может быть именно эгрегорный корпоративный приворот. Здесь, пока не смените место работы, вы будете соблюдать интересы этого направления однозначно. Маргарита. Получается, сам человек не может ничего с этим делать. Практически, если человек не занимается этим, он ничего сам не может сделать. Он может сделать, если только его подсознательная часть захочет изменений, перемен в этом состоянии. Но я знаю очень много людей, кто просто в этом состоянии живет и умирает, к сожалению. Или это их карма, то есть такова, да. Ну, они в это не верят. Но дело в том, что они еще, может, и могли бы со своим подсознанием поработать и сделать. Вопрос-то в том, что, находясь под таким влиянием, они в это вообще не верят. Бывает упущенный момент. У меня были случаи упущенных моментов у людей, когда человек мог прийти 10 лет назад, а пришел, допустим, поздно. И за счет этого приворот сложно было снять, так что там уже было повреждение сердца органа. То есть настолько мощный был приворот, постоянно делающий плюс порчи, и у человека изменилось уже строение сердца, то есть там нужна была пересадка. То есть здесь приворот, приворот – это проекция, информационная программа, которая влияет на человека. Это же не просто приворот, слово там приворот. Это целая программа, да, которая закладывается в действие, которое делает, допустим, мужчина или женщина относительно кого-то. И здесь уже закладка этой информации, она и делает программу в сознании человека. Грубо говоря, это заблокированная клетка, в которой эта программа будет действовать и работать, пока вы не разблокируете этот процесс, не снимете блок, все это ментально, да, плюс если это проведено через тело, через напиток, человек может, грубо говоря, привязку иметь к спиртному. И здесь тоже, как бы, если вы чувствуете, что вам подарили что-то, и после этого вы подсели на что-то, да, спиртное, я вам советую остановиться. Хороший выход из этого могут помочь травы, опять же, практика снятия приворота. Приворот снимается частями, потому что, к сожалению, люди, которые особенно неосознанные, они абсолютно точно, вам скажу, привыкают к форме приворота. И при снятии приворота стереотип сохраняется. То есть стереотип мужчины-женщины у партнеров, да, сохраняется, то есть вы автоматом ведетесь все равно на такой же тип людей, которые у вас были, некая одинаковость происходит там. Бывает приворот наведенный, то есть это типа с применением NLP-технологий, это с применением гипноза, да, там у нас же сейчас очень много практик, и люди как бы делают как, они изучают все это дело, и в итоге потом становятся мудрыми, начинают, допустим, работать на должностях, вот тетеньки есть такие, да, и дяденьки бывают такие, которые начинают использовать это дело, допустим, для выражения каких-то вот высоких чиновников, я сейчас не буду говорить имя, вот, и в итоге мы получаем проблему, потому что чиновник не соображает, что он делает иногда стоя у руководства какой-то губернии, да, например, вот, то есть это может быть опять же приворот корпоративный, то есть попытка приворожить к определенным действиям человека, то есть приворота бывает еще и такого характера, человека завязывают на какое-то действие, чтобы он без этого не мог, и он это начинает делать, иногда это действие может быть глупым, ну, оно будет, понимаешь. Ну, я слышала из разных источников, что очень активно сейчас пользуются услугами всяких колдунов, которые предлагают приворожить, там, решить все проблемы. Ну, да, поэтому я и хотела сделать союз парапсихологов и прочих, да, чтобы субординировать этот рынок, как бы, и, в принципе, работа в этом ключе сейчас как-то у меня продвигается, но, правда, медленно я пока, сейчас праздники, я пока еще как бы занимаюсь этим. Но здесь еще проблема в людях. Обычный обыватель, не зная, что, как говорится, несут эти знания, а сейчас это все открыто, пожалуйста, гадай, не хочу, не забывает об одной вещи, что это все, что раньше было тайное и вдруг стало явное, все имеет обратную медаль, да, или как сторону медали. То есть человек может сделать какое-то действие, например, приворожить кого-то, и я вам скажу, что да, мне тут звонили, спрашивали, можете приворожить, я говорю, а зачем? Говорю, я этим не занимаюсь, вам не советую. Как бы я принципиально этим не занимаюсь, ну, просто потому, что я знаю, что это такое, какие последствия на здоровье человека и на карме, как бы это бывает у мужчин и женщин. Вот. Но, естественно, сама понимаешь, что все, как бы, зная, допустим, мою область, все автоматом считают, что там, что я этим, как бы, грешу, да, хотя абсолютно этого нет. Вот. Но я знаю коллег, кто, допустим, это делает. Я считаю, что запрещать это не надо. Нужна точка просвещения, потому что, как бы вы не просвещали людей, что что-то опасно, человек иногда любит совать пальцы в розетку, поверьте. Вы, если у человека с детства нет тормозов в голове, и она, он чего-либо считает, что все, что он хочет, или она, должно быть егошное, еешное, то мы сталкиваемся с тем, что приходят и начинают кто во что угораст. Ко мне, кстати, с приворотами с попыток, что он грешит. И я знаю, что нарочи-то бывают, связывают людей. У меня был такой случай, кстати, это было, когда я только дом. ко мне некая коллега, который, кстати, проходил курс лекции моих с бывшим мужем, пришла, значит, в мастерскую тогдашнюю, мы там жили, и, ну, там все было достаточно скромно, места очень мало, на кухне у меня стояли там и талисманы на гладильной доске, это из ткани их делала, из кусочков, и, короче, картина. И, короче, все это у меня было загромождено, значит. Вот она мне привела барышню, не буду говорить, но это Ногинск, да, не буду говорить, кто это, но, в общем, она привела барышню, которая решила посмотреть, как говорится, двух мужчин своих. Ну, и она пыталась присутствовать при, как вам сказать, при приеме, да. Я сразу сказала, ну, как бы, у меня там диванчик такой был небольшой, я говорю, при входе, подождешь. В итоге, значит, когда я посмотрела ситуацию, я и сказала этой девушке, что если ты пойдешь с этим, будет минус, да, так далее, будет пустота, то есть там ничего нет, это не твое. Но если ты пойдешь с этим, будет все нормально, допустим. Ну, конечно, может быть, он там не супербогатый, но он, как бы, все-таки человек, ну, это твое, да. Ну, типа того, я сейчас не помню. В итоге девушка сделал правильный выбор. Через какое-то время, уже в шестом году, она у меня появляется, я тогда снимала в соседней квартире комнату, как первый свой офис, она у меня появляется, и я узнаю такую интересную историю, то есть она вышла замуж за того, как я сказала, то есть как вот я увидела позитивного, да, и у нее все было идеально, потом вдруг появился этот второй фраер, и через какое-то время ей вдруг стало плохо жить с этим, с кем она живет. В итоге, значит, не буду продолжать историю, я вам скажу, в чем все было дело. Эта коллега работала с этим вторым мальчиком, ну, мужчиной, да, и она по его просьбе стала привораживать эту даму к нему, чтобы, ну, как бы выдернуть из семьи. Вот это я снимала. В итоге коллега, потому что она была очень заинтересована в этом результате, получила возвратный удар достаточно сильный, потому что она еще против меня полезла, потому что у нас был, как бы, немножко потом конфликт, о котором я узнала уже в десятом году, да, когда она прозвонилась и под видом клиентки пыталась ко мне записаться. Я допускаю, что этот человек до сих пор пытается мне нагадить, почему я ее сейчас вспомнила, наверное, иногда троллит она меня, я так понимаю, где-то. Ну, соответственно, видите, человек не угомонился при соответственном снятии негатива у человека будет возвратный удар, он уже будет фатальный, то есть я уже не буду разбирать и компромиссы искать с этим человеком, я уже вычислила, да, я вам вот сейчас реально, я вам привела пример человека, которого я прямо в данный момент вычислила, потому что я как раз сегодня работала с этой системой и просматривала, от кого ветер дует в мою сторону. Поэтому при снятии негатива вы можете также точно просматривать, когда вас просматривают, я просматриваю людей, мы мгновенно иногда вычисляем очень быстро того человека, от кого шел негатив. Но опять же, нужно ли знать этих людей, потому что когда вы знаете, кто вам делает, вам сложнее от этого отключиться, отойти, потому что всегда существует какой-то подспудный там страх или переживание, даже если вы владеете моей системой, все равно вы можете бояться этого, вас это будет напрягать, вы будете проявлять ненужные отношения, поэтому так. Маргарита? Я так понимаю, лучше, конечно, если у кого-то есть подозрения, сомнения, обращаться к специалисту, чтобы специалист действительно помог решить эти проблемы, но опять-таки специалисты тоже бывают разные. Да, кстати, специалисты бывают разные, и методики у всех абсолютно разные. Опасные привороты, как и порчи, это связаны с оккультными такими практиками, где там жертву что-то приносят, черными оккультными практиками, кто-то через кладбище бегает, там уже идет привязка через душу умершего человека, тоже я с этим работала, это уже называется гуляющая порча, потому что это уже даже больше, чем приворот, и у человека это просто будет гулять по организму, по тем чакрам, как пробивать периодически то одно, то другое, где у человека гуляет, а если человек неосознанный, то у него это будет гулять сильнее. Существует еще состояние наваждения, да, в чем разница, допустим, вы общаетесь с кем-то, и у вас вдруг возникает ощущение наваждения, что вы часть этого человека или чего-то. Если это полезно, да, то есть, если все-таки вы, ну, как бы занимаетесь чем-то, информация, как учитель идет, это одно. Если это все-таки вас ведет не в ту сторону, и вы вдруг это поняли, здесь надо остановиться, как бы, да, вот, это часто у нас ассоциация идет с не теми новостями в Фейсбуке, да, если вы читаете, кстати, не секрет, да, что там работает целая база фейков, которые, и, соответственно, Фейсбук у нас сейчас такая система, что информация нам приходит по нашему там желанию, вот по нашему разговору, даже около видеокамер, то есть система слежения всемирная, она сейчас достаточно мощная, и отрицать это просто даже глупо, да, вот, и если вы где-то контекстную рекламу, ну, задаете запрос, то у вас собираются где-то данные, и вы получаете контекстную рекламу, контекстная реклама, это контекстная, может быть, информация, и если кому-то взбредет голову вас как-то негативно на вас влиять, соответственно, у вас вдруг появляться будут мысли нехорошие, вы будете что-то писать как запрос, и у вас вокруг будет контекстная реклама пребывать негативного качества, там, допустим, вас беспокоят, я не знаю, эти, как их зовут, рептилоиды, да, ну, например, вы начинаете активно искать, я не говорю, что это плохая информация, это реальность, да, но все-таки вы начинаете искать рептилоиды, там, чем они угрожают, и вам будет приходить информация, что это вообще страшные звери, там люди, которые приедут на планету, уничтожат, то есть, по сути, как бы, это, я сказала так, утрировано, но то же самое связано и со всем остальным, то есть, по сути, как бы, контекстная реклама, это аналог негативных мыслей, которые вы вдруг чего-то боитесь, если вам будет приходить плохая негативная информация через контекстную рекламу или информационные посты чьи-то, то, соответственно, вам надо задуматься, что у вас в голове, да, я, например, ленты не читаю, я только прохожу всегда ленты, где, то, на что я подписана, кстати, тоже обратите внимание, если вам интересен какой-то человек, там колокольчик есть и на ютубе, вы можете подписаться на канал, и вам будет приходить именно это оповещение, в инстаграме, там тоже есть такой же колокольчик сверху, и там можно подписаться на видео, на посты и прочее тоже, то есть, вам будет уже приходить адресная информация, а не там две тысячи ваших подписчиков, которых вы будете, и вы будете судорожно искать среди них, где вам нужны, да, вот, и то же самое связано не с фейсбуком, с фейсбуком там не так, но в общем, ВКонтакте такая же история, ВКонтакте, там тоже можно колокольчик такой нажать, вот, ВКонтакте, потом Ютуб и Инстаграм, да, вот, то есть, я призываю все-таки к той информации, которая вам нужна, как бы, и всегда разделяйте ваши мысли, или бабушка-соседка вам нашептала, ненавидя вашу семью, потому что, бывает, вы живете в окружении соседей, и у вас идет непонятное состояние на ваших, ну, на вашем жилье, да, и вы вдруг понимаете, что что-то идет от соседей, ну, например, соответственно, как вы это понимаете, неожиданно на ваш вопрос приходит информация, либо вы слышите, как соседи выясняют отношения, и вы вспоминаете, что у вас было недавно такое же, либо ваши дети становятся частью, как ведут себя дети-соседи, и когда вы улавливаете вот какие-то такие тонкие взаимосвязи, здесь это надо оборвать прежде всего в своей голове, там, бить детей за не то поведение, глупо, потому что дети очень тонко влияют, особенно маленькие, да, сейчас, они кристаллические, они очень тонко влияют экстрасенсорно на состояние мыслеформ в любом человеке вокруг, и ребенок может неадекватно себя повести не потому, что он дурак, а потому что ребенок чувствует чью-то агрессию, его тянет на агрессию, и ребенок может быть агрессивно поступить с своим маленьким братом-сестрой, да, или большим, здесь совершенно нельзя мысли категориями психологов и психиатров, это я вам сразу скажу, иначе вы загоните своего ребенка в овощи, понимаете, да, этим, то есть здесь надо разобрать причину, что ребенок чувствует, если это небольшой ребенок, это надо уже разговаривать с родителями, но беда в том, что современные там 20-30-летние не всегда догоняют, что это так, либо у них дети растут по каким-то системам, либо у них дети это просто, как говорится, сорняки, которые просто хорошо одеты, у них все есть, но ничего духовного нету, то есть практически, да, там и родители такого же плана, то есть это то, что потом в 10-15 лет бегает и поджигает в подъездах все, что можно и что нельзя, да, вот, поэтому в какой-то момент времени я опять же скажу вам, что вот это состояние наваждения, это не приворот, когда вы ловите чью-то мысль и вы ведетесь на нее, или вы ловите через себя мысль, а ваши близкие или ваша семья начинают автоматически повторять ваши мыслеформы, которые вы уловили, а вы даже этого не поняли, Маргарит? Ну, есть же такое понятие, как информационное поле, оно имеет очень сильное воздействие, сейчас оно усиливается, это поле, всякими техническими средствами, типа известных нам вышек на цифру 5, если... У нас, сказали, не будет 5G. Ну, сказали, не сказали, я, ну, у меня другая информация, скажем так. У нас, я слышала точно, даже на уровне серьезных людей, что 5G не будут делать. Экспериментальные регионы, выбранные, в том числе и Санкт-Петербург, где будут внедрять, там, на станциях метро и так далее. Ну, за что купил, за то и продают, поэтому, кто что сказал, во всяком случае, очень много всяких таких технических устройств появилось на крышах домов, в больниц и т.д. и т.п. Поэтому я думаю, что... Ну, во-первых, это информация сейчас... Во-первых... Идет все равно воздействие, люди, которые чувствительны, они все равно ощущают какое-то воздействие на себя, когда им приходят, вот как ты говоришь, на вождение, мысли, которые... И они ловят себя на том, что это же не моя мысль, откуда она у меня вообще взялась. То есть реально идет, наверное... Да, я согласна, но смотри, если это информационное поле, то там не будет личностной какой-то информации. То есть если это трансионный генератор, например, который стоит на определенное пространство района или дома, то в этом доме будет определенная одинаковая схема поведения всех жильцов под определенную информационную программу. Она не будет разной. Но это зависит еще от самого человека, от его состояния. Нет, нет, все равно будет одинаково. Смотри, люди, которые включают телевизор, они все одинаково мыслят, и у них одинаковое раздражение от тех или иных программ, которые они смотрят. Абсолютно одинаково. То есть они практически на одной волне как бы ловят, потому что там заложенность этого воздействия, присутствия, там определенные позиции, как кто говорит, воздействует. То есть там не просто 25-й кадр сейчас в программах, там даже влияние от тех, кто участвует в шоу, может воздействовать на каждого обывателя с той точкой, допустим, переживания, которое у человека вдруг начинает работать. И эти люди, они у всех, кто смотрит телевизор, одинаковое состояние. Степень раздражения повышается, они становятся агрессивными, особенно когда эту рекламу показывают полоумно, которая как бы рекламирует то, что кому-то нужно. Вот, кстати, я считаю, это вообще нарушение прав людей, потому что, как бы, мне, например, реклама не нужна, если бы я смотрела телевизор, да, то по какому праву за счет, ну, как бы, мое время занимает. То есть, если, допустим, коллективно люди вдруг подадут иск на телевидение с правом, чтобы они убирали рекламу, потому что это там мешает их там чему-то, чему-то, то я думаю, что это может сыграть в минус этой рекламе на телевидении, потому что получается, что телевидение показывает рекламу за счет того, что обыватель должен ее смотреть. Ну, а если я не хочу ее смотреть, то есть фишка в этом, да. Ну, в общем, вот так. А если это трансионный генератор для определенных целей, допустим, чтобы, допустим, то спокойное было что-то, то в массовости своей, то еще какое-то, то, допустим, ну, на что влияет, смотря, то, соответственно, этот трансионный генератор будет излучатель, да, он будет излучать ту энергию, как бы, вибрационную, да, электромагнитное излучение будет, которое будет влиять на людей, и они будут все равно степени одинаковости мышления, как бы, и у них будет одинаковое зомбированное состояние, немножко полусна такого. Вот это очень трудно, кстати, снять, вот это состояние. Я знаю точно, вот у меня, как бы, были спонтанные такие моменты, когда на меня воздействовали через компьютер интенсионный генератор, и у меня очень сильно болела голова в темечке, и я, соответственно, потом вернула все это обратно товарищам, да, кто этим, кто пытается со мной в такие шутки шутить, то есть я сразу бью, я по технике, я ломаю возвратный удар, поэтому в какой-то степени, если вы что-то подобное чувствуете, вы определите направление, если вы сильный человек, вы можете ударить обратно, и это просто срикошетит, то есть, соответственно, есть какие-то защиты в сознании людей всегда, и если человек не то, что вот я сейчас как бы вижу, я почему-то вижу много людей там на площади, в городах, и вижу, что они двигаются как зомби, по сути, какая-то часть вообще практически не имеет самоидентификации, или как это назвать, не понимает, ничего, они живут. Много таких моментов читала, что те места, где люди собираются на какие-то там протестные акции, митинги, и все остальное, обязательно подгоняется какая-то странная техника. Это может быть звуковое воздействие, как с крысами. Да, вот такого типа техника, насколько я читала, была в Украине на Майдане в свое время. Там, да, там была очень странная ситуация, там та позиция, которая, там у людей была всплеск агрессии. Я не планировал доводить до такого, и вот этот всплеск произошел, мне кажется, ну, скажем так, одномоментно, когда вдруг люди стали резко высказывать свое агрессивное состояние. Это же просто так не бывает. Поэтому такие разработки пси-воздействия на людей, это очень актуально в плане, что уже патенты защищены, уже документы и опубликованы на эту тему. Но есть очень, что у нас у каждого есть телефончики волшебные. Да. То мы сами понимаем, что когда мы ложимся спать, то тот же трансионный генератор у нас может быть на уровне ваших трубок, которые присутствуют. Да. И соответственно здесь может быть проблема воздействия таким образом. Вот у меня по поводу приворота еще ситуация вспомнилась. Есть ну я знаю одну девушку, которая например собиралась разводиться со своим мужем и в какой-то момент она передумала вот просто без объяснения. То есть получается спрашиваешь в чем причина не знаю но разводиться не буду. То есть получается что видимо либо супруг либо там мама там еще кто-то прибегли к услугам таких персонажей которые делают привороты и всякие колдовские вещи. Вопрос допустим ей конечно подсказали что это может быть приворот и может быть тебе обратиться к кому-то а она отказалась. То есть она настолько зазомбирована и у нее я видела фотографии фотографии прям лицо какое-то неживое то есть она как робот скажем так просто живет. да вообще как бы есть подобные фишки что человек просто скажу состояние человек просто тупо выполняет волю хозяина я бы так это назвала ну да поел поспал поработал телевизор посмотрел и опять спать ну то есть живет просто как запрограммированная машина не осознавая и дело в том что и осознать эту проблему она не может соответственно решать ее тоже не будет и получается что это воздействие действует до тех пор пока она сильно там заболеет какая цель была у приворота ну здесь бывает что знаешь какая цель бывает бывает возникает кстати вот бывает такое состояние бывает возникает естественное чувство вот у партнеров да ну любовь и все прочее кармически и на основе этого еще и приворот делается вот это вообще ядерная такая штука потому что здесь очень трудно разобрать что есть что и здесь просто уже я снимаю допустим привязку излишнюю которая называется приворотная привязка но я сохраняю вот эти кармические отношения чтобы они текли своим чередом потому что бывает что исполнение таких отношениях чего-либо ну или каких-то событийных моментов ну допустим не сейчас а чуть позже а как это у нас все когда влюбляются все хотят сейчас всю секунду вот потом опять же существует принцип отпустить чтобы посмотреть а твое ли это да потому что бывает что это действительно не нужно потом то есть сколько случаев мы знаем да таких кто-то состояние влюбленности или страсти проходит какой-то момент и уже это проходит то есть есть это действительно чувство есть это действительно там я не знаю и близнецовый эффект душ ощущение друг друга на расстоянии капитальная да там даже если люди не рядом как ну как бы как они живут вместе то это состояние опять же очень тяжело для каких-то пар да допустим которые ну как-то должны с этим жить то есть это очень тяжело здесь нужно просто периодически снимать привязку потому что как бы если допустим мужчина более сильный то женщина будет полностью уходить под него и у женщины такой не будет жизни то есть он ее будет поглощать и в итоге вся ее жизнь она станет частью его даже если они не часто рядом и как бы тут можно сломаться да потому что ну как бы это тяжело если существует специально такая штука да там кто-то кого-то куда-то приворожил с точки зрения усилить эти любовные чувства потому что самая чистая и сильная энергия которая защищает это любовь то есть действительно если есть любовные чувства без примеси приворота то это та самая сильная защита которая абсолютно защищает партнеров от всего но здесь есть минусы какие-то естественно да там то есть это то что вокруг таких людей или те что вокруг таких людей ихние какие-то взаимоотношения там и так далее тут есть как бы тоже много проблем поэтому здесь если действительно вот есть такой если это а-ля приворот через интернет как очень многие попадают на виртуальных таких мужичков особенно сейчас они любители или на женщин у меня есть ряд людей мужчины с Америки попадали на украинских тетенек с приворотами и просто люди велись очень сильно абсолютно потому что почему-то это сейчас стало более-менее понятно что и в Европе и в США как бы хлеб тяжелый достаточно зарабатывается но почему-то там еще 10 лет назад а то и раньше все прям думали что там вообще райские кущи вот и рвались туда вот как бы кстати насчет Америки там эта система уже сублимировала и там уже эта смесь то есть это смесь мексиканской эзотерики африканской да воду практики религиозная и европейского плана то есть да как бы ну просто оккультизм эзотерика и вот это все сейчас смешивались плюс египетские таро все у нас Египта да соответственно эта система плюс египетская вот эта идеология то есть у нас получается что в Америке в США да там там существуют свои какие-то практики они сублимированы и плюс вот эти наработки по темам выхода в астрал и прочее они создали каких-то людей уже которые просто ну я знаю случаи где просто даже выдергивают человека из тела и человек вообще не существует то есть он как бы вроде в теле есть но часть его понимания себя она как бы отсутствует и человек как бы как зомби вообще реально да то есть это даже не то что сейчас ходит у нас там в нашей стране да там иногда полузомбированный чем-то здесь полностью как бы человек зомби астральная часть она просто связана с мужчиной допустим есть такое да вот я работала в таком ключе такие люди у меня были и как бы я знаю точно что у нас и на уровне спецслужб в принципе используют подобные методики ну я не про приворот а вообще как бы да хотя чего решите про приворот тоже если кого-то надо кому-то приворожить чтобы допустим остановить человек или наоборот дать развитие то создает система создает приворот определенный да каким-то образом это все дело совмещают и все уже человек который был нужен допустим для устранения в каком-то направлении он уже завязан на партнеры или партнершу да и он уже не свободен то есть его часть сознания уже на партнершу или партнере и человек уже не может никуда вышибнуть то же самое с женщинами да допустим они там что-то могут делать допустим свое какое-то направление своей жизнью жить там даже в семьях но появляется вдруг такая ситуация и практически то есть часть своего развития она может отдавать там кому-то да кому ее приворожили и это может быть программа федералов каких-то стран да где было нужно например чтобы этот человек отвлекся от какой-то своей идеи в чем-то да допустим ну я не знаю бизнес это или что-то да Маргарита да интересно конечно и в наше время довольно-таки опасно про колдовство в воду тоже наслышан африканские вот эти все моменты не хотелось бы конечно в это попадать но я кстати попадала потому что я тебе скажу но я попадала я попадала под да-да-да что-то зависло порчи то есть мне делали и скажу да неоднократно мне периодически кто-то там делает я это знаю и делает тоже в том числе на вот эти куколки как это даже одна пыталась там все в комментариях бегала делала писала прямо об этом ну надеюсь что она в итоге как бы умерла от своего жделания то есть есть такой момент люди не понимают что люди не понимают что все эти практики они имеют быстрый оборот то есть человек поигрался побегал по кладбищам поделал на кого-то порчу а потом сам от этой же порчи которая с человека которому она делала допустим стала болеть умирать и прочь то есть здесь абсолютно идет возвратный удар причем он очень сильный и он идет моментально обратный идет я правильно понимаю чего обратный удар он усиленный двойной да он усиленный если человек занимался эзотерикой чтобы кого-то зачмурить кого-то уничтожить то есть реально вот прям зацепился да там и бегают по бабкам там с кладбищеской землей под подъезды да там под офис или еще где-то то есть эти люди потом получают первый вид проклятия это смерть и кстати даже после смерти они будут маяться потому что их будет колбасить и плющить не по-детски потому что пока человеческая душа не поймет степень своей неправоты но у меня кстати есть очень приятный момент в этом плане бывает что человек нахамит в комментариях я просто напишу обратное предсказание достаточно злое скажу вам откровенно я не церемонюсь сейчас мне по барабану если человек мне нахамил у человека будет то что он мне сказал причем так как я не снимаю в комментариях негатив я вижу у человека перспективу и я говорю как будет вот и сегодня был приятный момент человек извинился сказал что будет в перспективе всегда уважительно относиться в комментариях к людям понимаете то есть опять же я не зверь если вы осознали что вы где-то кому-то нахамили в частности в мой адрес пожалуйста пишите в личном я не выкладываю это нигде хотя меня там просили докажи а зачем весь человек извинился и мы в нормальных отношениях то есть человек осознал что он был неправ то соответственно я всегда меняю точку зрения в его судьбе и у человека уже минимизируется та негативная ситуация которую человек в мой адрес сделал за счет того что человек думать будет относить не только меня позитивно но и относительно других соответственно у этого человека уже не будет таких нарушений вот в чем дело и я достаточно довольна что что люди осознают себя на момент через какое-то время люди извиняются понимая что они перешли грань хотя на момент конфликта я не буду говорить что мне хочется сделать с тем кто мне нахамил в момент конфликта тем более это публично да вот но сами понимаете что бывает в мыслях зашкалив представьте у меня это в мыслях и соответственно это идет в словах потом и это идет в судьбу человека то есть потом это надо будет человека снимать по логике и когда человек извиняется передо мной частично я это снимаю ровно столько насколько человек мне нахамил кстати если вы имеете очень сильное сознание помните особенно если это касается близкого круга как бы там близкие были неправы всегда фильтруйте разговор в своей голове то есть постарайтесь если у вас есть обида переработать ее понять почему человек ваш близкий так поступил потому что иначе вы свои обиды можете ударить кстати на эту тему я где-то я как бы вчера на вечерин была слышно что-то с интернетом слышно меня что прочитала одну фразу когда ругаешься с близкими особенно очень сильно по близким бьет проклятие да поэтому да это обязательно надо осторожнее вот когда хочешь сказать например да чтоб тебя там того сего так перед так всегда лучше всего да чтоб ты был здоров да чтоб ты был богат нет здесь это все равно если внутри была обида здесь так это можно сказать конечно но беда в том что внутреннее состояние работает как проклятие вот если взять мой пример сегодня да вчера произошла ситуация я соответственно обиделась там ну как бы у меня была произошла вот эта сцепка обиды я соответственно думаю ладно и я старалась не концентрироваться на этой обиде я ее сразу в человека не выбросила допустим да я сегодня как бы я предупредила человека о том что я на это обиделась то есть чтоб человек понимал но потом через какое-то время я прокрутила все это в голове вспомнила свои ощущения перед этим почему это произошло что я почувствовал и я в какой-то момент времени у себя убрала эту обиду и снил как бы постаралась чтобы человека не ударило то есть всячески хотя я если я обиделась у меня вспышка обиды я бешеной становлюсь мгновенно то есть в этом плане у меня мне очень трудно если это публично тем более где-то произошло то у меня мгновенно идет возвратный удар тем людям кто обидел и в этом плане я бью точечно но близких близких надо беречь с точки зрения что так как они близкие там вы ничего не сможете исправить если вы как бы ударите и потом как бы там удар сильнее идет чем если вы бьете подалеким вот поэтому я как бы рекомендую да в какой-то момент времени все-таки беречь да если действительно как вот Маргарита сказала возникает мысль там вы вообще надо посчитать до тысячи как минимум чтобы вы ну немножко остыли и посмотреть на эту ситуацию со стороны как только вы на нее посмотрите со стороны вспомните свои ощущения перед этой ситуацией потому что это может быть наваждение и посмотрите может быть вас лбами с кем-то столкнули здесь очень много таких граней тонкостей которые могут позволить вам понять что это не стоило делать да там обижаться на кого-то или ругаться на кого-то или проклинать то есть здесь элемент проклятия опасен не в словах даже слово там проклятие а именно в состоянии когда мне например там одна дама на той неделе под моим постом заряжая на позитив писала все время гадость 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 причем в трех группах где я обычно размещаю у меня степень как это сказать не то что бешенство мне вдруг стало безразлично абсолютно что она мне говорит но у меня просто возникла очень тяжелая нехорошая энергия в адрес этой женщины и я просто ей написала четвертый вид проклятия он говорится это по проклятию по моему бывшему мужу это он создал этот вид его описал да это соответственно характеризовал четвертый вид проклятия это типа чтобы человек жил своей жизнью это фраза но фраза если вы туда подноготную засунули нехорошее состояние и свою правоту то есть вы абсолютно правы ну представьте сколько можно угомониться человеку надо она все хамит я соответственно ей это все развернула я уже не отвечала на ее комментарии я просто писала эту фразу вот что я сейчас и делаю когда человек переходит грань и начинает там допустим уже допустим что-то говорить чрезмерно я просто пишу эту фразу и на все слова этого человека я пишу эту фразу те кто в курсе они абсолютно четко понимают что все лучше остановиться при этом состояние у меня внутри абсолютно ровное я как бы ментально отдаю этому обидчику то что человек мне в каждой фразе лепит понимаете да не знаю я это Продолжение следует...